30 лет на самом деле нам исполнилось 21 ноября по документам. Это мы первую программу сыграли 25 февраля 89 года и будем отмечать и этот праздник тоже. А в общем-то, конечно, сама по себе организация камерного оркестра в таком городе, как Набережные Члены, это совершенно необычное явление. Найдите еще город, подобный нашему, чтобы в нем наличствовал коллектив, подобный нашему и уровню нашему оркестру. Это большая проблема. И когда у нас оркестр организовался, не было некому было играть просто. Не было музыкантов, приходилось самому их учить. Я сам скрипач в прошлом закончил в Нижегород-Горкевскую консерваторию. Вот один из моих учеников, кстати, в прошлом. И таких учеников у меня практически три четверти оркестра. А если вообще иметь в виду другие специальности, там, вилочень, которые у вас... Они тоже в чем-то мои ученики, потому что в разное время приходится с ними заниматься и восполнять то, что не додала консерватория. Ну и потом у нас репертуар. Я могу вам сказать, один из самых таких объемных и содержательных, потому что мы не только сыграли весь существующий, ну практически весь существующий репертуар для камерного оркестра, а в наш репертуар входит огромное количество транскрипций и обработок, которые я сделал для камерного оркестра. И какая-то часть этих транскрипций сегодня прозвучит. Так что 30-летие мы отметили в Казани 21 ноября в ансамбле с замечательным квартетом, я считаю, одним из лучших квартетов, молодых квартетов, квартетом имени Костова. А у нас вот от СМИ был вопрос. Как сложился творческий тандем с Сергеем Накаряковым? Ну, хорошо сложился, по-моему. Он сам скажет. Но вообще мы, знаете, когда у нас образовался оркестр, это была одна из проблем, кто захочет с нами играть. Ведь тут есть несколько составляющих. Кроме гонорара, тут еще и уровень должен быть, чтобы соответствовать тем музыкантам, которые с нами играли. А в разное время солистами выступали с оркестром очень многие известные исполнители, такие, как Виктор Третьяков, Александр Князев, Борис Березовский, Елена Образцова. Кто там еще может сказать? Однажды мы выступали вместе с камерным оркестром Виртуозы Москвы. Ну, наверняка я... А Ирина Архипова. Наверняка я кого-то выпустил, потому что их, в общем, значительное-значительное число тех музыкантов, которые не просто выдающиеся музыканты современности, не только классные ансамблисты, а еще и наши друзья. И вот такое дружеское партнерство и позволило, в общем-то, нам быть вместе. Хорошо, Игорь Михайлович, мы знаем, что вы уже торопитесь, мы вас отпускаем. И следующий вопрос Денису Сатарову, да. Заслуженный артист Републики Татарстан. Денис, вот в одном из интервью, правда, давно-давно уже, вы сказали, что для вас задача максимум остаться в России и делать, что хочется. Ну, то есть, наверное, играть на скрипке, да, заниматься любимым делом. Скажите, удалось или как удалось реализовать вот эту задачу, которую вы поставили перед собой? Добрый день. Да, удалось. Удалось? Я счастлив и благодарен судьбе, что в какой-то момент не подался искушению, ну, в общем, как многие, искать лучшей доли. А вернулся в коллектив и к своему учению. В коллектив, в общем-то, в котором вырос этот оркестр, воспитал меня. И 30 лет по праву могу сказать, что дата для меня тоже, в общем, такая эпохальная, что ли. И вернулся к учителю. И продолжаем делать общее дело. Да-да, так есть. А есть ли у вас в программе любимые произведения, в которые вы играете? Вот в сегодняшней программе концерта. Ваши любимые произведения. Я надеюсь, мне еще и все время подумать об этом. У меня будет пять. Так, хорошо. Тогда вы тоже торопитесь, да? Да, спасибо. Достаточно. Отпустите, да. Теперь у нас вопрос к Сергею Макарякову. Вопрос. Скажите, вот вы проводите мастер-классы для трубачей всего мира, как все говорят, как везде написано. У вас есть ли своя методика разработанная? Или на чьи-то опыт вы опираетесь? Добрый день. Методики как таковой нет. Мне кажется, подход каждому музыканту очень индивидуальный. И очень важно понять, кто находится перед учителем. И понять проблемы, индивидуальные проблемы, как-то найти подход. То есть какой-то свой опыт и интуиция. Скажите, вот вы исполняете виолончейный концерт Йозефа и Гарри в своей транскрипции. И там вот, где вывели партию солирующего инструмента, это новизна, да? Партия солирующего инструмента написана для виолончей, а вы для трубы переложили. Вот в чем эта новизна или особенность? Я хочу сделать две поправки. Первая поправка — это не моя транскрипция, а транскрипция моего отца. Вторая поправка — это транскрипция не для трубы, а для флюгельгорного. Вы видите, это два разных инструмента, потому что я во втором отделении буду играть на трубе. Новизна в том, что это совершенно другой тембр и другой голос. То есть в моем случае можно просто представить, что у меня есть два голоса. Например, и темер, и баритон. Сергей, скажите, пожалуйста, вы перекладываете сочинение написано для других инструментов. Виолончель, наверное, очень удобно для таких переложений. А какие еще инструменты, на ваш взгляд, хорошо отложатся в транскрипции для трубы или флюгельгорного? Для каких произведений? Виолончель диапазоном больше подходит для флюгельгорного. Но сказать, что удобно перекладываться в виолончель, безусловно, нет, потому что у каждого инструмента есть своя специфика. И, безусловно, те произведения, которые я играю на флюгельгорном, в общем, требуют большого внимания и времени, чтобы достаточно убедительно сыграть. По поводу других инструментов приходилось играть произведения, написанные для деревянных, для фокот, для клавни, для крабоя, из струнных, в общем-то, кроме контрабасов, всех. Виолончель, с Крепояр. Валторные массы произведений для голоса. И, наверняка, еще что-то выпустили. Репертуар расширяется. А над каким произведениями сейчас вы работаете? Очень большой список. Ну, хоть два-три надо забыть. Может быть, в ближайшее время, что другие, ну, не ульяновские искусственники? Тюрпичные сонаты Моцартные. Тоже переуклонники, да? А с кем будете играть? У меня есть представленный партнер, бельгийская пианистка Мария Мирович. Мы вместе записываем компакт-диск, вместе выступаем на концерты. Также есть другие музыканты, с которыми нас обучат. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.